Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 июня и я продолжаю разговор о подкормке для огурцов. Если в предыдущем видео я вам рассказывала о ленивой подкормке огурцов, то есть просто золой, я вот брала сухую золу и опудривала прикорневой вот этот круг. Я говорила, что я их использую для ранних огурцов, которые сильные, здоровые, показывала листья, там, больше руки моей в три раза по площади, по объему. Но есть огурцы у меня, которые высажены более поздно, ну, как вот эти вот, которые в открытом грунте, в полуоткрытом, и которые не так выглядят, которые выглядят маленькими. У них листики по сравнению с моей рукой, видите, какие маленькие. Это земля и небо, потому что там они росли уже давно, но там они уже разрослись, а эти высажены позже. И я хочу, чтобы они хоть немного догнали тех огурчиков. Здесь будет подкормка совсем другая. Если там у меня была просто зола присыпанная, то здесь у меня будет комплексное удобрение и не ленивая подкормка, а именно та, которую наводить нужно, которую нужно ждать, настаивать, это будет зольно-дрожжевая. Я вот только что рассказывала, она подходит и ослабленным перцем, и томатом. И я буду делать один раствор и буду поливать и томаты, и перцы. Про перцы я вам рассказала, ой, там огурцы и перцы. Про перцы я вам рассказала, сейчас расскажу про огурцы. Вот когда я делала ленивую подкормку, я вам уже говорила, что огурцы это тот овощ, который чем попало, не подкормишь. Потому что то, что я сегодня вот им налью сюда под корень, завтра или послезавтра у нас уже будет на столе. Но это в том случае, если они уже плодоносящие. Вот здесь у меня завязи еще совсем маленькие, крошечные, но все равно я стараюсь огурцы на протяжении всей их жизни подкармливать вот такими натуральными, экологически чистыми подкормками, продуктами. Рассказывала вот про отходы со стола, про хлебные, про луковые шелухи. Потом вот зола, ленивая подкормка из золы, зола и дрожжи. Все эти подкормки они любят, они очень хорошо, они как благодарные, очень хорошо воспринимают все наши подкормки. Вот это традиционная, самая-самая простая подкормка. Но если кто-то из новичков, из начинающих огородников не знает, я сейчас расскажу. Рецепт самый простой. На 10-литровое ведро воды берем прессованные дрожжи 100 граммов, добавляю туда 5 столовых ложек сахара, но ясно, что это для того, чтобы дрожжи разбудить, чтобы они работали, бродили. И добавляю 100 грамм золы. Это 200-граммовый стаканчик полный, это будет 100 грамм. Все. Дальше судьба этой подкормки может быть разной. Некоторые ждут всего 3 часа. Как только пена вот эта заработает, все. Они разливают, нет, ну не разливают, надо сначала разбавить. Нужно вот литровую банку вот этого раствора на 10 литров воды разбавлять и поливать просто как простым поливом. Некоторые выдерживают сутки, некоторые выдерживают двое суток. Я буду поливать завтра, то есть у меня это будет суточный настой. Будет тут настой золы, вот эта вот брашка, перебродившая уже немножко. За сутки она маленько успокоится. Сразу напомню, что в 10 литровом ведре оставлять опасно. Если вы доверху нальете, она у вас убежит, эта пена. Я вот этот раствор обычно разливаю на 2 емкости, на 2 ведра, в каждом по 5 литров. Тогда можно поставить в теплое место, она как бы не спенилась, она никуда не убежит. Вот завтра утром, она у меня постоит в теплом месте сутки, она будет уже готова и будет такая хорошая. Я буду брать литровую банку вот этого вот, ну как, концентрата, концентрированного раствора. Добавлять 10 литровую лейку и прям лейкой под корень буду поливать. При таких подкормках, несмотря на то, что они натуральные, они экологически чистые, нужно все равно соблюдать все правила подкормок, то есть по мокрому грунту, видите, у меня прям хорошо полито, завтра еще полею, по мокрому грунту под корень и стараться не попадать на листья, потому что это не нужно. Листья могут на солнце обжечься. Если у вас нет прессованных дрожжей, потому что прессованные дрожжи не во всех магазинах продаются, вот у нас, например, я вот специально езжу на оптовую вазу, покупаю, тогда нужно любые наши, есть вот сухие в пачках дрожжи, вот, например, есть приправоч, есть саф-момент, берете вот такую сухую пачку, в трехлитровую банку воды добавляете, 2 столовых ложки сахара и все. Так же сутки настоится и потом эту банку мы делим на 2 ведра, то есть полтора литра вот этого раствора, концентрированного на 10-литровое ведро воды и по 300 грамм, по пол-литра, по пол-литровой баночке ковшичком, так же под корень, так же по мокрому грунту разливаете. Кому нужна вот такая подкормка? Я же всегда говорю, что мы подкормку выбираем по внешнему виду, по состоянию растений. Ясно, что у меня, если вот там огурцы, они прям жирные, они уже до 3 метров в высоту, они такие листья у них огромные, что вот как шляпа, больше чем моя шляпа листья у огурца, конечно, я не буду им давать дрожжевую подкормку, потому что дрожжи это исключительно для того, чтобы дать толчок для роста, чтобы вот эта зеленая масса начала наращиваться. Такие подкормки лучше подойдут тем огурцам, которые вы высадили поздно, которые не успели в свое время вырасти, или которые после высадки остановились в росте, вот есть такая ситуация у многих, высадили огурчик и смотрят, не прибавляется ни количество листиков, ничего, он как застыл в одной паре, такое часто бывает. Вот иногда растению нужно помочь, дать толчок. И вот такая, это же натуральная подкормка, она не повредит. Это все именно в помощь для роста, для стимуляции растения, для толчка. Так, если у вас сильно такие здоровые, пышущие растениями, ой, пышущие здоровьем растения, то возможно дрожжевую подкормку можно перешагнуть, можно сделать другую, например, из луковой шелухи, она больше вам поможет, может быть там вредители отпугнете, сделаете и опрыскивание, и полив по листу. Но вот для слабеньких, которые вот у меня, видите, я их высадила не так давно, они хоть и растут, они, конечно, растут, но они, листики не очень зеленые такие, бледноватые, не очень крупные, мелкие. И я решила, вот посмотрела, проанализировала, внешний вид сравнила, те, которые в придомовой теплице и эти. И вот решила, что этим все-таки поможет вот такая комплексная подкормка, требуется комплексная зола и дрожжи. Все, до свидания. Я надеюсь, ничего сложного, я не буду показывать, как приготовить, потому что это надо идти за штативом, устанавливать лишнее время дополнительное, потом все это монтировать, соединять, значит сегодня видеоролик уже не выйдет. А я люблю, когда в режиме реального времени, вот сегодня я сделала, сегодня и вам показала, кто-то, может быть, в один день со мной сделает. Все рассказала доступно, бросаю прям туда дрожжи, сыплю туда сахар, сыплю туда золу, все до 10-литрового объема добавляю, сутки стоит, завтра утром вот с этого раствора по литровой банке налейку 10-литровую и поливаю. Все очень просто. Подкормка эффективная, подкормка традиционная, известная всем опытным огородникам. И если вы много лет выращиваете огурцы, вы, вероятно, уже делали такие подкормки. Конечно, это видео предназначено больше для новичков, для тех, кто только-только начинает, кому нужна помощь. Еще раз повторю, это подкормка для ослабленной, для такой не очень здоровой рассады, на которую смотришь и глаз не радуется. Значит, ей нужно помочь. Все, до свидания.